Девушки отдыхают Господи, за что? Ну где ролик со мной? Ну как, ты думаешь, что без очереди полезешь, что ли, эстонец? А я уже успел. Ты уже выставил? Да, я уже выставил. Ну и как? Вот будет премьера в 8 часов, по-моему, для премьеры. Понятненько. А я уже хотел спросить, что там пишут. Слушай, а почему ты заходишь под украинским флажком, а не под эстонским? Э, под литовским. Ну смотри, я живу в свободной стране. Я имею право решать, под каким флагом мне выступать. Под литовским, под украинским. Выхожу и под москальским флагом, как и ты. А ты почему выбираешь москаляне? Ну потому что, если я поставлю американский флаг, то обычно переключаются. Боятся, не знают русский язык, поэтому переключаются. Так вот, я тоже, если ставлю литовский, большинство попадаются литовцы. Ага. А ты с литовцами не хочешь разговаривать? Из коллаборантов и здесь, в лите, да. Вау. Есть такая. А, ты то есть из той когорты, которые находят коллаборантов, потом стучат на них, да? Нет. У меня, если посмотришь… Ну, я думаю, ты найдешь по-любому этот ролик мой. Потому что, я думаю, что он будет популярный. А то, что, когда найдешь мой канал, ты там ни одного ролика не увидишь, чтобы я там стучал. Слушай, а почему ты боишься мне назвать свой канал? Почему я его должен искать? Ну, постарайся. Надо постараться, понимаешь? Нет, для чего? Ты боишься меня? Да нет, зачем мне бояться? Ну, а вот… Ну, зачем мне… Смотри, почему я должен тебя бояться? Ты живешь в демократической стране. Я тоже живу в такой же стране, понимаешь? Ну… И почему я должен… Вот я тоже удивляюсь. Я не хочу опубликовать свой канал. Зачем мне это надо? Пускай люди постараются, понимаешь? И у меня подписчики… Объяви свой канал. Объяви свой канал. Я выставлю этот ролик у себя. Мои подписчики увидят. Может придут к тебе подписаться захотят. Да. Я думаю, они его увидят. Такой харизматичный эстонец. Вернее, литовец. Родного поля. У вас в географии не очень движутся. С флагами, кстати, не очень. И с географией вас тоже… Да, у меня вообще с географией все хорошо. Я даже столицу вашу знаю. Ну, как она называется? Вильнюс. Да, правильно. Да, Каунас у вас еще есть. Ну, Каунас, да. Это наша, можно сказать, баскетбольная столица. Вот, видишь как. Я же знаю вот Литву. Я даже Эстонию знаю. Таллин. Хорошо. Да. Рига. В Латвии. Видишь? Нет, все нормально. А ты назови мне, пожалуйста, столицу Таджикистана. Блин. Сейчас я тебе скажу. Моя мама когда-то летала на… Ну смотри, я там в Азии и там как-то сильно не углублялся. Но сейчас я расскажу. Блин. Душамбе. О, молодец. А Киргизстан? А Киргизстан? Ну я не углублялся там, понимаешь. Я говорю тебе. Ты меня спрашиваешь. Спроси про европейский лучше. А вот про Азию там, знаешь, мне сложно с Азией. Серьезно? Ну столицу Монако, скажи мне. Монако. Окей. Поймал. Вот видишь, поймал. Надо пройтись по карте опять. Потому что есть такой момент, что возникли новые страны. Такие, как там после распада Югославии там образовались. Монако – это не Югославия. Скажи мне, пожалуйста, тогда столицу… Я только что с твоим земляком разговаривал. Ну как земляк поблизости, да? Латышом. Он с Исландией был. Вот ты со столицу Исландии знаешь. Исландия – это… Каком… Исландия у нас выворачивается немножко по-иному. Айсланд. Айсланд. Бог знает. Ну вот видишь. А ты говоришь, знаешь, европейские столицы родной. Ну как там? Ну, например, знаю, да. Не все. Берлин. Значит, только там, где работал. Ну, Исландия. Ну, блин. Подожди. Ну, надо подумать. Зачем сразу… Блин. Сейчас, сейчас, подожди. Ну ладно. Вот молодец. Видишь как? Ну, смотри, я… Не нужно подумать, понимаешь? Я пока ты там не шарю, там, чтобы там… Вот все, все… Ну, забывается. Школу закончили. Ну, давно. Ну, простите. Ну, ничего. Слушай, бывает, бывает, бывает. Вот если ты перестанешь… Смотри, что… Смотри, хорошо. Что ты сегодня обсуждаешь? Давай я твою тему заслушаю. Ты же здесь ходишь, коллаборантов ищешь. Давай я тебя послушаю. Я… У меня такой конкретной темы нет. У меня одна тема. Какая? Ну, для чего вот это вот маниакальное вот желание захватить… Ну, опять же, это, я думаю, с украинцами не с тобой разговаривать. А вот захватить Крым. То есть, вне зависимости, сколько положат украинцев на это дело. Ну, вот захватить территорий. Ну, смотри, я тебе объясню очень просто. Да. Ладно, не будем ругаться. Сейчас у меня настроение… Настоение хорошее. Громче чуть-чуть говоришь, чтобы я это еще немножко слышал, да. Ну, не знаю. У меня микрофон тот же самый. Ну, все, давай. Я сделал. Я сделал чуть громче. Все нормально у меня. Ну, смотри, я тебе просто объясню, понимаешь. Ну, смотри, у тебя сейчас… Ты в доме живешь, да? Да. Ну, смотри. Приходит твой сосед и говорит… Так, стой. Здесь, вот здесь остановись. Мне твой дом этот надоело. Ну, смотри, я тебе сейчас… Смотри, я опять будем ругаться. Смотри, я опять будем ругаться. Твой сосед к тебе приходит и говорит, отдай мне одну из комнат. Все. Что ты будешь делать? Скажешь, да, соседушка, бери комнату. Сосед потом говорит, мне уже кухня нужна. Ну, поехала, пошла. Ну, это простой ответ, понимаешь. Каждый имеет свой дом. Европа устоялась уже. Ну, государства как-то уже там с друг другом нашли связи, не воевали. Все жили мирно, всем всего хватало, все были сыты, обуты. И вдруг такая, знаешь, война, которая из темных… Темных там, не знаю, как по-русскому… Ввиду Ромжи, как будет по-русскому язык. С темных времен. Да, из темных времен возвращается опять в Европу. А Европа кровью уже перелита, земля наша, понимаешь. Сейчас в Москве открыли сундук Пандоры. Ты, смотри, ты сам живешь в таком государстве, ты должен это понять. Никто никому не кидал пидья, понимаешь. Крым – это лишь маленькая часть. Если позволить москалям сейчас отяпать Крым, то начнется что? Тогда уже можно на короля участь. Знаешь, что такое короля участь? Инграйская область. Но скорее на короля участь они не имеют даже никаких правов, понимаешь. Потом Германия там опять сможет начать свои предъявы. Смотри, в Европе каждое государство вот так… Подожди, а ты слышал сейчас… Ты слышал сейчас Польша дает предъявы Германии, чтобы Германия выплачивала репарации Польши? Ну там внутренние дела Евросоюза. Не-не-не, конкретно… Подожди, конкретно Польша предъявляет Германии, чтобы они выплачивали за Вторую мировую войну. Как ты думаешь? Ну я думаю… Я думаю… Германию да… Если взять то, что было… Если простить странам такие долги, они не имеют права на прощение таких долгов. Но Германия самое главное признала, что… Она сделала плохо, понимаешь. Она призналась, что… Она сделала большую ошибку. А вот коммунисты по сей день, понимаешь, сколько принесли горе европейскому народу, они пока типа освобождали Европу, там полу… Население Европы изнасиловали, понимаешь. Так мы же сейчас… Мы же с тобой… Мы же с тобой вчера обсуждали, что вами до сих пор коммунисты правят. Ну смотри… Ну не всякий… Не… Про каких ты коммунистов говоришь… Смотри… Идейных… Мы… Мы… Смотри… Я тебе скажу очень просто… Давай… Это прошлое, которое было связано с оккупацией, понимаешь. Это время шло и прошло… Мы сейчас смотрим на сделанные дела, понимаешь. Мы не смотрим на прошлое. Мы не гоняемся за ведьмами прошлого. Мы живем в нынешнее время, понимаешь. И видим, что делают наши вот выбранные люди. Подожди, послушай меня сюда. Ты только что ругал коммунистов. Мы с тобой вчера говорили. Бразаускас – первый президент Литвы, да, или второй? Я Бразаускас совсем не уважаю. Это для меня… Да мне все равно, кого ты уважаешь. Он был президентом свободной Литвы, правильно? Был. Коммунист. А кого надо было выбирать? Грибаускайте. Президент Литвы. Ну, Грибаускайте она сделала много дел. Причем два раза. Она сперва… Если ты следила за Грибаускайте, она сперва, когда выходила и вот литовцы… Подержали, кстати, ее. А знаешь, почему подержали? Она… С каким лозунгом выходила? Она говорила, я налажу дела с Москвой и с Чикчириком. С кем? Она это и сделала, кстати. Она это и делала. Ты потом сможешь убедиться моими словами. Она поехала к Чикчирику. Кто такой Чикчирик? Ну, в Чикчирик Таракан. Усат Таракан из Беларуси. Ты знаешь его. Слушай, зачем вот ты оскорбляешь? Ты же литовец. Я его не уважаю. Ты же культурный… Слушай, я тоже многих людей не уважаю в своей жизни. Я их называю по имени. Но я, смотри, говорю так, как есть. И вот смотри, ну слушай, не разбивайся с темы. И вот наш президент Грибаускайте поехал в Беларусь. Он использовал его просто для пропаганды. А потом Грибаускайте поехала к Путину, кстати. Когда приехала, вот он сидел как король. И потом видео сложно посмотреть, там Грибаускайте говорит. Выглядело так, ну, прискорбно. Типа холоп приехал к хозяину, к царю. И после этого все. И отношения между нами кончились. Потому что Грибаускайте, она думала, что она сможет какие-то отношения перезагрузить. Она, подожди, подожди, ну-ка, дай я тебе такую вещь спрошу. То есть представитель Великой Латвии, да, вот я вот, я без оскорблений говорю. Я не из Латвии, я из Литвы. Литва. Ну, пусть будет. Я опять же путаюсь, так же как и ты путаешься. Представитель Великой Литвы, огромного государства, от которого в мире много чего зависит, приезжает в Россию и хочет, чтобы Россия на равных разговаривала, что ли так? Я правильно тебя понял? Ну, смотри, есть соседи, есть добрососедские отношения. Конечно, конечно. И я не понимаю, почему говорить с высоты. Потому что от этих соседей тоже есть такие вот... Мы тоже могли не пустить там, теперь в Калининградскую область есть транзит, да. Мы договорились, мы их пустили, все нормально. Конечно, потому что у вас выхода не было. Как не было. В Литве там все было. Не было выхода. Добрососедские отношения, все нормально. А зачем закрывали? Подожди, 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 литовец. Ты мне вот эти добрососедские отношения возьми в трубочку, заверни и куда-нибудь затолкай. Если б были добрососедские отношения и было бы все хорошо, вы бы не останавливали этот транзит. Вы его остановили. Для чего остановили? После того, когда было нападение на Украину. Вы его... Какое ваше дело? Да. Подожди, подожди. Какое ваше дело? Подожди. Евросоюз сказал, что есть санкции и никто не объяснял. Вот смотри, сейчас знаешь про новые санкции, которые даже не сейчас вступили, а гораздо раньше. Много было непонятных санкций, понимаешь? И мы вот остановили транзит. Но потом... Не посоветовавшись с Евросоюзом. Нет, там мы советовали, там сказали одно, потом выяснили другое. Как же и сейчас, смотри, Москвы не может объезжать ни Финляндию, ни Финляндию, ни Финляндию. Так, подожди. Вот, Литовец, ты пытаешься сейчас оправдаться. То есть Литва... Я не пытаюсь оправдаться. Я тебе еще раз... Подожди, не торопись. Я говорю, так как было. Я тебе объясняю. Когда санкции ввели, там никто слишком не заглублялся и не объяснял, понимаешь? А сейчас вот, смотри, санкции приняли, блин, в прошлом году, весной наверняка. А ли сейчас вышло пояснение, что Москали не имеет права езжать в европейские страны. Понимаешь, эти санкции не были введены вчера, в прошлом году, весной. И сейчас вышло пояснение по этим санкциям, что они не могут и не имеют права выезжать в наши страны с машинами. Их надо отнимать и утилизировать. Кого? Понимаешь? Машин. Слушай, вот я вот с вас вообще прикалываюсь. Вы либо, вот знаешь, либо вы тупые, либо я вас вообще не понимаю. Вот во всем мире, во всем мире превалирует торговля. То есть люди приезжают к тебе в страну, приезжают в гости, приезжают туристы, привозят деньги. Это деньги живые. То, что ты сейчас границы закрываешь, просто так немец к тебе вряд ли попрется. Немцу есть куда переться. Вы отрываете. У нас в Литве туристов из Северного. Дай я договорю. Подожди, я договорю. Понимаешь? Вот туризма мало не бывает. Чем больше туризма разного, тем больше денег в страну. Особенно, когда страна не является уже промышленной и многого не производит. Это раз. Второе. Мы не закончили по поводу вот этого вот перекрывания транзита. Ваша страна перекрыла транзит. Она посоветовалась с Евросоюзом или нет по поводу этого? Как я тебе объясняю. Объясняю. Да. Советовались. Понимаешь? Наш Ландсбергец вернулся из собраний и сказал, что надо закрывать. А потом опять в Москве, когда начали гнать здесь пургу, рвать волосы, европейцы опять как помыли руки, начала Германия давить на Литву. И вышло так, что все-таки они начали объяснять. Ну, вы не так поняли нас. Все так. А мы литовцы, мы бравые, молодцы. Слушай, я тебя понял. Вы классные литовцы. Можно вот это оценить вот так вот? То есть немцы или кто там не был бы в Евросоюзе. Решили, а давай попробуем медведя пощекотать, что получится. Они попробовали. Подожди. Да я закончу. Ты хоть раз мне закончил. Хорошо. Говори, говори. Так вот, они решили, давай медведя немножко пощекочем, посмотрим, что медведь сделает. Между собой поговорили, поговорили, говорят, кого не жалко. Да вот давай Литву, пусть она пощекочет. Литва начала щекотать. Медведь зарычал. Вся Европа, опа, села. И вам говорят, так, ребята, ладно. Вы нас не так подяли. Я смотри, там этого внутреннего котела не знаю, как и ты думаешь. Не знаю, что там происходит у вас в Соединенных Штатах. Согласен? Что у нас в Соединенных Штатах я не рассказываю. Мы можем лишь догадываться об этом, о чем мы сейчас беседуем. Но знаешь, что самое главное? Германия, после всего этого, первая начала отбирать машины в Москве. Понимаешь? Это очень важный момент. Опять же, подожди. Подожди, ты говорил, сейчас я буду говорить. Давай, давай. Посмотри, следующий момент. Москали начали очень сильно пробу на Германию. Германия увидела, что они там стали очень сильно шуметь, там на германском кричать, там все такое. Начали москали гулять с этими коммунистическими флагами, с москарскими флагами. Начали их выгонять. Либо там пускать под марш этих клоунов. А сейчас взялись уже, понимаешь, прошло. О, у меня... Распановлю... Минута 33 осталось. И понимаешь, что произошло. Германия увидела, что если сейчас их не остановить, то в Европе будет война по-любому. Понимаешь? Ты понимаешь, что это идет разговор не о моей стране, не о твоей стране. Это говорится про большие масштабы. Это говорится про третью мировую войну, которой победителей не будет. Понимаешь? А если сейчас москалю дать просто слабину, они не успокоятся. Ты скажи мне такую вещь. Подожди, подожди. Литовик. 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 И ты не понимаешь, какая слабина идет игра. Это игра. Это не война. Это игра. Послушай меня сюда. Вот когда была война, Великая Отечественная война, или Вторая мировая, как вы любите. В Великобритании... Как мы любим. Как вы любите говорить. Вы не любите говорить Великое Отечественное, вы любите говорить Вторая мировая. Потому что сперва нацисты и коммунисты были союзники. Это тоже правда. Нацисты и Соединенные Штаты и Великобритания тоже были союзники. Посмотри, есть фотографии. Подожди. Соединенные Штаты разделяли какую-то страну совместно с нацистами. Я не помню такого. А то, что коммунисты и нацисты... А с кем коммунисты разделили страны? Разделили Польшу. С кем коммунисты делили страны? С Польши? Нет. Коммунисты с кем делили страны? страну поделись страны не страну коммунисты делили страны с кем делили страны коммунистов страну я сказал страны я тебе говорю страны я тебя поправил несколько стран стран много там после подписания риббентрова молдова ока страница европа была поделена на влияние сверх нацисты договорились с коммунистами что я тебя перечислю татья эстония подпадала под коммунистами польша наполовину подпадала под коммунистами что еще за страны ну вот наша страна как делилась а с кем еще делили кому не кстати попадали под нацистами с кем еще делили коммунисты страны что с кем делили ну с какими странами еще делили коммунисты другие государства либо я не понимаю твоего вопроса просто я тебе ответ дам тогда ты поймешь вопрос кто разделил германию 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 до после поражения чтобы германия не вас не восстановила свою белую славу для них было сделано так что кто разделил германию оказание а кто разделил германию победители соединенные штаты британцы франция там то есть коммунисты и западный мир разделили германию правильно это уже после 2 мнение как говорится после не после то есть коммунисты потом делили коммунисты делили германию вместе с цивилизованным миром правильно как вы любите говорить подожди подожди не торопись родной не торопись а сейчас еще пример приведу кто разделил кто разделил корею скорее как не разделили а как она стала северная была одна была одна корея 1 потом ее разделили на 2 сейчас есть северная корея есть южная я тебе и поясняю кто разделил корея и диалоги кто разделил страны понимаешь кто разделил корею коммунисты хотели и других странах кидали свои идеи ну и конечно соединенные штаты оставивали демократии видишь литовец чем ты видишь в чем твоя проблема литовец в чем ты видишь что и вы любите вот на это уклон делать что вот россия или советский союз коммунисты до делили с нацистской германии там польшу да к примеру ну и вас за они любят этого вы любите только это упоминать но вы забываете что германию коммунисты делили с цивилизованным миром так называем то есть соединенными штатами называть своими имена после поражения во второй мировой войны должна была ответить за свои деяния а польша а польша почему разделили больше почему просто готовились это типа демократ демократационная зона была не поделили эту территорию за того что типа вот почему а почему европа не влезла в это дело когда деление происходило польше и как не влезла после этого британия объявила войну этой германии в 39 но когда а франция почему не влезла у франции были обязательства защитить польшу почему она не влезла вот видишь вот в этом проблема твоя понимаешь чем литовец ты не замечаешь что советский союз коммунисты делили германию потом коммунисты делили корею соединенными штатами замечать забудь запомни просто запиши где-нибудь а потом без коммунистов а потом без коммунистов разделили югославии без коммунистов просто раздельно славе никто не делил смотри из-за чего происходило в югославии ты хоть узнаешь что там было геноцид албанцев это почему не забывайте про это подожди геноцид албанцев а почему а почему из югославии стало вот несколько государству там по 5 или 6 же пожалуйста а ты знаешь там нет ну подожди ты сейчас интерес тут тему затрону знаешь что там происходило что людей высадили что там их просто тупо расслел остановились в очереди люди клали их ты мне объясни просто почему из одного государства это будешь а спорой ему из одного государства случилось потому что есть раскопки почему осудили милошевич почему потому что он был военный почему он 12 лет сидел в тюрьме почему он умер в тюрьме что он двенадцать лет сидел в тюрьме в хае а почему он там умер почему нет 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 стоп стоп не перекидывайся почему он умер в тюрьме знаешь хочешь я тебе скажу а когда человек в тюрьме сидит кто за него за его безопасность отвечает кто стоящий правильно он отравился он отравился он 12 лет сидел почему за 12 лет не было вердикта почему он сидел так долго 12 лет не было вердикта он не был он не был обвинен ему не было выделено обвинением нет но хорошо если ты это говоришь так значит геноцида который твоя страна признала ты не признаешь литовец не прыгай с места на место какой генитаре гаю смотри твоя страна сказала что там геноцид где югославии было из-за этого потом пошла бомбежка чтобы остановить серву вот может что минимум уничтожали множество внутриів совка понимаешь это уже было после развала югославии югославия развалилась до этого что до этого этого югославии раз overst advantage двой 후 сербии сербия уже потом отсоединилась вернее косово потом уже от сербии отсоединился до этого развалилась югославии по моему на пять частей там монтенегро это до боснии geralти года сербия пять частей я не помню это еще до того албания причем здесь албания албани вообще другая страна не было югославии знаешь столицу албании я не знаю не достался тиража не а кто-то пишет ладно давай литовица давай всего тебе учи географию проверю вот это вот литовица ребята у я вчера с ним разговор был он говорит выставит его там из виталия вообще в другом контексте пристал там я просто с ним ругался но сегодня вот он решил не ругаться так что более-менее поговорили увидите вот одно замечаю другой не хотят замечать то есть советский союз коммунисты там с нацистами разделили там польшу а германию а корею те же самые коммунисты делили с цивилизованным миром или соединенными штатами то есть здесь видим здесь не видим тут можно говорить тут нельзя надо объективно быть к истории географии ко всему не надо просто вот обвинять вот это вот так вот вот так вот так но это литовица он хитрый заходит под украинским флагом у меня кстати с ним будет шорт я выставлю там он ему задал интересный вопрос язык дело производства великого княжества литовского на что он не ответил древний украинский язык это было просто фу сила давать человек с высшим образованием должен таится приспосабливаться выкручиваться почему не могу жить свободно открыто ой когда все это кончится никогда а что ты вообще имеешь ввиду ты знаешь что я могу просто и напросто и за это с тобой сделать я знаю знаю боится и пожалею папочка